Доброго времени суток! Доброго времени суток! Это наш первый турнир, дебютный, первый открытый турнир по художественной гимнастике «Бриз». Мы сделали его полностью в морском стиле, украшать зал, помогали родители, очень благодарны им за это. Много очень детей приехало, съехали спортсменки со всей Украины. Мы постарались сделать этот турнир максимально дружелюбным, наградить по максимуму детей, тем более дети участвуют младших возрастов, которые, я считаю, должны быть все награждены за свои труды. Принимают участие дети от 3 до 15 лет, подразделяются на 4 категории, начиная от самых-самых новичков, заканчивая уже более продвинутыми спортсменками. Идея собрать самых маленьких начинающих гимнасток в Одессе практически на самом берегу Черного моря принадлежит президенту Федерации художественной гимнастики Одесской области, директору «Сдешор Черноморец» Светлане Андрухович. А название наборожденного турнира «Бриз» должно символизировать новый свежий ветерок в развитии художественной гимнастики. В итоге на турнир в Одессу приехали 28 команд из разных городов Украины. Всего более 300 юных гимнасток, из которых примерно половина представляла различные спортивные школы нашего города. «Замечательный турнир. Хорошая идея проведения турнира для малышей, чтобы выявить юные таланты. Турнир очень на высоком уровне проведен. И судейство, и организация все очень красиво и подобрано. И для судей, и для детей очень компактное время было подобрано. И замечательно, что такие турниры проводят для выявления юных талантов». «Вот то, что рядом море. Накладывай свой отпечаток». «Ой, это вообще замечательно, шикарно. В последние дни в бархатный сезон еще раз увидеть море – это замечательно. Дети в восторге даже от такого зрелища. Попав не просто на соревнования, а еще и увидев такой пейзаж, такое зрелище море». «Как вам вообще Одесса?» «Ой, Одесса. Я вам не скажу за все Одессу. Одесса – мама». Вот все слова. Участие в соревнованиях турнира «Бриз» принимали начинающие спортсменки от 2005 до 2013 годов рождения. Кроме того, во всех возрастных номинациях было разделение на четыре категории в зависимости от уровня мастерства участниц. Соответственно, и программа выступлений включала один вид без предмета для самых маленьких в категории «Лайт» и до двух видов с предметами на выбор в категориях А, Б и С. Для того, чтобы порадовать призами максимально возможное количество юных гимнасток, организаторы турнира ввели также деление на многочисленные подкатегории. В результате без наград не остался практически никто, а в некоторых номинациях даже вручалось под несколько золотых медалей в случае равенства количества наборных баллов у участниц соревнований. Мне нравится заниматься спортом, ходить на гимнастику. Я люблю своего тренера. Я сегодня завоевала золотую медаль. Разумеется, что в коротком видеотчете мы не сможем перечислить всех победителей и призеров дебютного турнира «Бриз-2017», который в будущем наверняка станет традиционным. Впрочем, в этом и нет необходимости, поскольку основной итог этих соревнований невозможно выразить количеством завоеванных медалей. Тут главное, что несколько сотен юных спортсменок со всей Украины, только начинающих свой путь в художественной гимнастике, окунулись в атмосферу большого турнира, завоевали свои первые награды и получили новый дополнительный импульс для занятий любимым видом спорта. 29 сентября стартует новый сезон в Украинской мужской баскетбольной суперлиге. Откроет его противостояние дапник друзей соперников. В универсальном спортивном комплексе «Одесса» Бипа примет юбинский химик. Несколько дней назад височемпионы Украины под сводами дворца спорта «Олимп» презентовали свою заметно обновленную и омолодившуюся команду образца сезона 2017-2018. Этому событию была посвящена и специальная пресс-конференция с участием руководства и тренерского штаба юбинского клуба, которому в предстоящем сезоне вновь предстоит выступать как на внутренней, так и международной аренах. Во время общения с журналистами были освещены вопросы комплектации команды суперлиги, подведены итоги предсезонной подготовки, а также были озвучены задачи, которые будут стоять перед всеми командами, выступающими под эмблемой баскетбольного клуба «Химик». Будем говорить откровенно, что да, мы на сегодня в связи с определенными финансовыми проблемами сократили финансирование клуба, поэтому команда у нас в основном базируется на наших воспитанниках, которые, в общем-то, неплохо себя показали в дубле, и плюс ряд игроков, которые сегодня к нам вернулись. Это Виталий Мальчевский, Стас Завадский, с которым у нас подписан открытый контракт, то есть, если Стасу предложат в течение трех месяцев более интересное для него предложение, мы его отпустим. Это было связано с тем, что, к сожалению, ряд игроков у нас до сих пор выходят из травм, полученных еще в прошлом сезоне. Это прежде всего Антипов и Ковалев, несколько травм, но этот тренер больше беспокоит еще ряд игроков. Но вот эти два игрока, это минимум месяц им еще надо на восстановление, плюс стягивание в общем в общий режим тренировок, это займет тоже определенный период. Задачи же, как и любой клуб, наверняка мы ставим максимально достижимые задачи. Это успешные выступления в чемпионате, это выход с отборочного раунда ФИБО соревнований и дальше играть и достигать максимальной задачи. Ну, если по игрокам, так как сказал Сергей Николаевич, мы привлекли молодых ребят, которые были лидерами дубля у Александра Паченко, за которыми я следил в течение всего сезона. Это в первую очередь Марченко Кирилл, на которого я рассчитываю. И сейчас после проведенных предсезонных игр в среднем он играл 17 минут. То есть я расцениваю его как игрока ротации и думаю, что если он немножко добавит в атлетизме, то это будет очень неплохой игрок. Добавили мы Рахим Шаикова, тоже это наш местный парень, южнец, который тоже прошел все ступени нашей школы, тоже привлекли его. Тоже парень как бы прогрессирует и тоже будем стараться давать ему шанс. И самый молодой игрок, которого мы привлекли, это Войнолович, которому 17 лет на данный момент. Но я думаю, что тоже при хорошей работе этот парень через два года это будет один из основных игроков на своей позиции. Как бы парень с очень большим желанием и потенциалом, поэтому он у нас является 12-м игроком в нашем составе. Из игроков, которые более опытные, как Сергей Николаевич сказал, мы Мальчевского Виталия повернули, да, который уже опытный игрок, как бы на которого будет ложиться большая ответственность, как бы и за результаты, и за нагрузку по времени. Станислав Завадский, да, который должен будет помочь Петрову на позиции пятого номера, все знают, как бы его тоже в особом представлении не нуждается. Из американцев, иностранцев мы подписали два игрока. Это Дерек Колтер, который в прошлом сезоне выступал во французском втором дивизионе, в середнике, и подписали молодого игрока, который только закончил университет, очень хороший, престижный университет Вейк Форест, на позицию третьего номера, третьего, физически четвертого номера, да. То есть это как бы вот наша команда, плюс те старые, старые в кавычках, да, ребята, которым по 22 года, там, типа Петрова, да, тот же Сашин Типов, который восстанавливается сейчас после травмы. Это вот как бы наш коллектив, и после разговора с руководством, с Василием Николаевичем, да, мы как бы нацелены только на одно. То есть не переступать не через каждую игру, а готовиться отдельно на каждую игру и давать максимальный результат. И если на каждую игру будем настраиваться, побеждать, то, соответственно, и в целом будет хороший результат. Поэтому будем стараться биться за самые максимальные цели и задачи. Итак, первый официальный матч нового баскетбольного сезона «Югинский химик» проведет в пятницу 29 сентября в Одессе против местной Бибы. Начало матча в универсальном спортивном комплексе Одесса запланировано на 19 часов. 24 сентября стартовал 13-й тур чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги. В этот день «Зарянские Балканы» гостили в Сумах на стадионе «Юбилейный» у местного одноименного профессионального футбольного клуба. Отчетный поединок не отличался особой зрелищностью с точки зрения созданных соперниками голевых моментов. Тем не менее, в игре присутствовали эпизоды, о которых стоит поговорить отдельно. Первый из них возник на 37-й минуте, когда ворота футболистов «Зарянского клуба» был назначен довольно спорный пенальти. К мячу подошел Ярослав Ямполь, но переиграть голкипера «Балкан» Алексея Пономарчука ему не удалось. Алексей парировал удар футболиста Сум. Пожалуй, это был самый яркий момент первой половины матча. После перерыва подопечные Богдана Есипа, который еще ни разу не выигрывали в текущем сезоне на своем поле, предприняли еще ряд попыток найти брешь в оборонительных порядках одесского клуба. Но создать реальный голевый момент с игры им по-прежнему не удавалось. Другое дело – стандартные положения, причем весьма странные. Как в эпизоде, случившемся на 67-й минуте, вследствие которого Сумы усилиями Ливана Махарадзе воспользовались ошибкой на выходе из ворот Алексея Пономарчука и открыли счет в этом матче. 1-0. После пропущенного мяча подопечные Андрея Пархоменко не пали духом, хотя в атаке на этот раз у «Зарянского клуба» мало что получалось. Тем не менее, на последней пятой компенсированной минуте одна из атак «Балкан» оказалась роковой для хозяев поля. Мяч после удара Демьяна Пенова предательски срикошетил от ноги Ираклия Циколия в противоположный угол ворот. 1-1. Игра одесским клубам была спасена. А вот футболисты Сум, упустившие победу на последних секундах встречи, снискали гнев местных ультрас, которые наравне с неприличными жестами и выражениями пустили в ход вырванные пластиковые сидения одного из секторов стадиона «Юбилейный». Ребята, что? Не могу сказать, что не хотели. Хотели. Забили. Правда, если бы забили пенальти, думаю, может, игра была бы по-другому сложилась. Но футбол – такая вещь непредсказуемая, чем, наверное, он и интересен. Тяжело-то психологически, потому что сейчас команда сидит в раздевалке молча проигрывать такую игру на последних секундах. Именно в секундах. Это психологический такой чуть-чуть удар, но ничего, будем справляться с этим и двигаться дальше. Вчера в предыгровой тренировке мы увидели очень плохого качества поля. В наш футбол пришлось немножко перестроиться. Сложно было контролировать мяч, то, на чем мы сидим. Немножко построили другого характера игру. Игра была с двух сторон, я считаю, равная. До гола. Кому где-то повезет, где-то нюансы. Плюс, конечно, пенальти соперник не забил. Так как как раз в этом эпизоде было давление как раз где-то 10 минут. Соперник создал нам давление, что были опасные. Не скажу, что опасные моменты. Поэтому с двух команд, я думаю, что была игра без моментов голевых. Практически все за территорию. Такая ничейная игра, в принципе. Но и во втором тайме, но вообще ни в наши, ни в ворота соперника не было моментов, где-то шло так. Ну, я считаю, что судья придумал этот штрафной, которого мы пропустили гол. Но это не умаляет наших игроков, которые не играли конкретно с нападающими и в вратарь. Хотя вратарь сыграл очень здорово наш. Просто так бывает. Ну, дальше уже пытались мы вытащить игру за счет замен, за счет давления. Ну, и наработали, наверное, где-то Божий промысел дал нам на последних секундах на пятый добавленный гол. Поэтому игра, я считаю, именно конкретно как раз на ничью. Спасенный матч в Сумах принес подопечным Андрея Пархоменко 17-й зачетный балл, который позволяет Зарянским Балканам прочно удерживаться в десятке лучших команд первого эшелона. Свой следующий поединок наша команда проведет в субботу 30 сентября, приняв на стадионе имени Бориса Тропанца футбольный клуб «Кремень» из города Кременчук. Начало встречи в 15.00. Этой информацией мы и завершаем нашу очередную программу. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.